Рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей. С вами Бутылкус, личное позывное радио 3 Павел Леонид Николай. Сегодня утро 10 февраля. Я не возьму с собой камеры, не хочу заниматься постановочными видео, но тем не менее мы давно, давно уже с вами не виделись. Поэтому вот из таких вот включений попробую составить какой-нибудь ролик. Что я сегодня буду делать? Как несложно догадаться, я в автомобиле отправляюсь явно куда-то. Отправляюсь я на Зеленя. Достаточно редкий РДА район. Ну как редкий? В лучшем случае 50% связей подтверждено. Тамара Леонид 29. Это Адоевский район Тульской области. Ну и собственно реки России, если мне память не изменяет, там что-то около 750 раз всего-навсего был активирован, ну то есть 750 связей с берегов реки Упа. Вот. А поскольку это главная река Тульской области, тут ну как бы сами понимаете, да, все звезды сошлись, ну надо вырываться, надо вырываться. Одновременно убивая двух зайцев одной, так сказать, лопатой, одним выездом. И достаточно редкий, не очень подтверждаемый район и реки России. Так что такие пироги. Поехали. Уездный город Ка. Храм. В воскресенье. Леонид Николаевич Толстого. В воскресенье такое произведение. Вот описан этот храм. Этот самый уездный город. Крапивно. Село. Ну раньше был уездным городом. Раньше был Крапивинский уезд. Сейчас это Щекинский район. Административная столица перенесена. Ну вот. А часы? Часы на часов не показывают. Или как на колокольне. Совершенно разное время. Причем и то, и другое неправильное. Такие дела. По правилам программы РДА я должен какие-то конкретные ориентиры оставить, чтобы доказать, что я вроде как действительно в этом районе. И так. Ну то есть, что я действительно работаю там, где я работаю. Ну реки России дальше понятно будет, куда я поворачиваю. Вот. Дорога. Это дорога на Адоев. Крапивно-Адоев. Щекино-Адоев. Не знаю, как правильно назвать. Вот с Адоево ребята, наверное, и едут. Как раз на красненькой... О! На красненькой вести, что ли. Значит, вот. Завалово 3 километра съезд направо в сторону реки. Все. Буквально через 3 километра там моя основная рабочая позиция и будет. Вот. Поэтому вот так. Для доказательства того, что я действительно работаю РДА ТЛ-29 и реки России номер... Ну номер я тут добавлю. Вот. Номер референции. Такие пироги. Все. Приближаемся к моей рабочей позиции. Вот оттуда я только что приехал. И вот какой шикарный вид. Тут, наверное, надо снимать на нормальную камеру. Вот. Единственный крупный лесной массив. Не вот этот, который вы видите. Не вот этот. Не этот. Туда смотрите. На горизонт. Это... Тульские засики. Единственный крупный лесной массив во всей Тульской области. Вот. Больше в Тульской области лесов просто нет. А это Тульские засики. Огромный-огромный лесной массив, который тянется поперек с востока на запад. Всей Тульской области. Вот прям он от Тулы и до Адоева и туда в сторону Калуги пошел. Вот. Вот такие дела. Все. Я спускаюсь туда вниз, в долину, в пойму реки Упа. Оу. Мост-то сделали. Ничего себе. Я тут сто лет не был. А мост-то сделали. Он железный. Господи. Наконец-то он был всю жизнь деревянный страшный. Знак стоит. Преимущество встречного. И вон еще какие-то бревна лежат. Ой, как хорошо. Замечательно. Ой, великолепно. Ну и вот, собственно, указатель. Река Упа, друзья мои. Все. Я через мост и туда чуть-чуть в сторону. Это вот в качестве еще одного, так сказать, визуально, аудиовизуального подтверждения, что я буду работать действительно вот с такой вот позиции. Ну, не прямо здесь, конечно. Сейчас есть у меня здесь место оборудованное. Сейчас все увидите. А зрители, подписчики моего канала видели это пару раз уже. Вот оттуда вот я речку пересек. Собственно, вот по деревне я проехал. И вот там мост. Его, наверное, нет, отсюда его не видно за кустами. Я просто очень хорошо помнил высоченный, хороший. Что это? Лазина. Лазина, по-моему. Здоровенная. И вот, ох ты, конечно, да, в запустение тут немножечко все пришло. Но ничего. Сейчас вот сюда вот закидываю антенну каким-то макаром. Ну, куда получится. И работать буду вот с этого столика. Тут все оборудовано, все хорошо, все опилено. Все время было вот так вот наше место. Помните, я думаю, это столик. Ой, столик развалился. Но ничего, это мы с батей делали. Ничего, сейчас пакеты постелим. И все будет отлично. Столик цел. Не болтается, не шатается. Сейчас вот тут и оборудуем. Позишн. Ой-ой-ой. Такое ощущение, что тут ногами лазил. Вот. И, конечно же. Ну, кстати, проехал сюда без проблем абсолютно. Снега нет. Но вы видите, да? Вот и все. И кочки. И вот она земля. Прям вот она. Вот она. И вот тут. Помните, я лазил вот через вот это вот. Ну, вот мы ее окончательно спилили, удалили. Вот через это дерево я вот тут перелазил, когда объяснял, почему папандера больше нет. И как меня все задолбало. Это было именно здесь, ребят. Вот. А, вот. Вот обломки этого дерева. Я думаю, помните этот момент. И мастушки. Ух, ничего себе. Тут какие наплывали, да? Были. Лавки, получается. Лавки, получается. Подо льдом. Как бы их не смыло. По весне. Ну, паводка не будет, понятное дело. Тихо. Спокойно. Помех здесь быть не должно. Забрасываюсь на дерево. Сажусь. И начинаю работать. Кабели. Да, насколько смогу, настолько затяну. По идее, фидера хватит. Без проблем. У меня метров 10 есть. Ну, здесь метров 15, наверное. Так, на глаз от силы. О, хорошо. Хорошо. Не холодно. Машина показывает минус 6. Да. Ласточка моя белая. Да, почему-то я питаю слабость белым машинам. А, и крапива. Крапива. Крапивинский уезд. Ну, туда дальше, конечно. Крапива по берегам. Везде. Выше человеческого роста. Вот рука моя вытянутая. Выше человека крапива. Всегда. Поэтому по весне приходится прорубаться. Все. Раскладываюсь и начинаю работать. RDA TL 29. Кто скажет, что радио это не спорт, пусть первым метнет этот молот. Здесь, наверное, добрых полкило алюминия. Ну, и стали, конечно. Это кусок от насоса Ford. Бензонасос. Осуществлен заброс. Сложно сказать. Метров 8, наверное, высота. Вот там вот. Метров 8. Отличный заброс, я считаю. Вот. И где-то тут балун уже болтается. Вон он. Все. Подготовлен. Сейчас я его потяну. Поднимаю. Начинаю работать. Прям идеально хватает длины. Вон там я привязал к ножке стола. Идеально. Заброс осуществлен. Все. Натягиваемся и работаем. Растягивать буду, кстати, да. Чуть не забыл. Вот. Одно из плечей. Тут 11 метров. На полметра я подвернул. 10,5. Если мне память не изменяет нормальная длина диполя. Сразу подвернул. И кусочек джутовой веревки туда вон идет. Джутовая обычная веревочка. Садовая. Больше что-то у меня ничего не нашлось. Ну а что, какая разница. Хоть бельевую веревку использовать можно. Все. Растягиваемся на той высоте, какая удастся. Ну, остальное, наверное, более-менее тюнером для сороковки. А там будем поднимать, опускать на двадцатку. И так далее. Все. Через буквально 15 минут начнем работать. Норматив разворачивания 10 минут выполнен. Ну, отлично. Антенна. Inverted V. Направление наклона. То есть, вот, жук-жук туда пошел. Почти ровно. Восток-запад. Но я бы сказал, юго-запад-юго-запад. Восток-северо-восток. Идеально. То есть, вот это красное плечо. Ну, наверное, вам не очень видно. Красное плечо смотрит на... Ну, преимущественно на запад. А вот это плечо черное вот идет. Спускается инверторочек. О, 90 градусов получилось. Даже чуть побольше. Ну, если я угадал с длиной плечей, то единица сейчас будет. Высота от земли, вот как я стою, метра полтора. Ну, метра два вот до нее. Вот, рукой не дотянусь. Метра два я вот на земле и дальше спуска идет. А так получается метра... Ну, сколько? Метр девяносто, наверное, метр. Да, вот, с вытянутой рукой под два метра. Вот уголочек. Такая вот так партизанская антенна. И вот так к траве. Все. И фидер вот он идет, натянутый. Спускается. Аккурат сюда. Все. Сейчас прям тут немножечко его поднатяну еще. Да, тут позволяет слабина еще чуть-чуть. Все. Нормально. Чуть-чуть узлом его здесь подзавяжу. Или прям вот этот узел протяну, вытяну и все. И можно работать. Все. Раскладываюсь. Хотел я уже было сказать все. Первое включение. Вот параметры экспедиции. Тамара Люба, 29 РДА. Адовский район, реки России. Р-42-0-140. Упа. Тульская область. Сегодня 11 февраля. Оператор Алексей. Радио 3 Павел Леонид Николай. В полевых условиях. Та-дам. Машина там. Работаю со столика. Все как положено. Исключительно полевые условия. Заготовил 6 листов по 22 строчки. Вот. То есть побольше 100. Хотел сказать сейчас включаемся. И тут вспомнил, что запаял-то я конечно добротно и надежно. Ну вот эта капля мешает в разъем зайти. Достал мультитул. Незаменимая вещь. Кстати в любых экспедициях. Да и вообще это по-моему даже. Ну не совсем радиолюбительская тематика. Но на СВО очень уважаемая вещь. Мультитул. Особенно лезерманы. Неубиваемая пожизненная гарантия. Вот сейчас отпилю тут есть у меня. Вот он кажется. Да. Вот он. Надфилетчик напильничек. Сейчас обработаю. Тут чуть-чуть оловы сниму. И начнем работать. Не без фокапов. Не без фокапов. А так. Сегу Г90. Аккумуляторное питание. Все готово. Эко. Внезапно. Все. Подпилил. Разъем вставил. Вы блин не поверите. Жалко солнца нет. Сейчас бы сказал. Ровно полдень. 11 февраля начинаем работать. 9 утра по Гринвичу. Полдень ровно. Ровно. Прямо вот. Идеально получилось. Первое включение. Ооо. Шумы 3 балла. На 80. Господи. Ой. Даже не 3. 0. С предусилителем. Давайте. Сразу на максимум. 50% гейна. Давайте. Выведем до сотни. Шумов 0. Цифра молотит. А нет. Кто-то ЛСБ работает. Ха. Чума. Ну ради смеха попробуем сработать тоже. Так. Меня интересует сороковка. Ой. Перегружен диапазон сразу же. Мгновенно. Вот так-то сигнал я вижу. Он от 50 Гц идет. Но понятно, что в голосе нету таких частот. Великолепно. Какие у вас там будут. Давайте посмотрим КСВ. Один, наверное, да. Потом. Лучше двойки. Длинноват. 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 Давайте посмотрим. Ширину пропускания сейчас увеличу. Чем хорош Сегу Г90? У него есть вот такая штука. Во. Ну КСВ единица на 6800. Длинноватые плечи. А так идеально получил. Вот 4 кГц. Ну-ка сколько? 6700. 6700 единица. 5. Сколько там еще? Вот 5 позволяет, да? 5 кГц. 1,2 КСВ на частоте 6700. Ну ничего. Все равно лучше двух. Не хочу я сейчас опускать антенну. И приступим к работе. Давайте тюнером подрегулируем это дело. Сейчас он в единицу вывезет. На наушники будете слушать? Или на его динамик встроено прям? Давайте посмотрим еще раз КСВ. Единица. Да? Да. Ой, как острый резонанс. Ну ничего. Единица достигнута. Поработаем. Сейчас попробуем вызвать. Попустим. Кого-нибудь. Радио 3 Павел Леонид Николай. Дрог поля. Радио 3 Павел Леонид Николай. Желт Субботи Анна Игорь Кабара. Здравствуйте. Принимаю вас с рапортом 5-9. Слышно вас хорошо? Меня зовут Ольга. Я из Москвы. Прием. Здравствуйте, Ольга. Рад слышать юные голоса. Меня зовут Алексей. Алексей. Нахожусь недалеко от деревни Завалова. Завалова. Адоевский район Тульской области. Работаю с берегов реки Упа в полевых условиях. Принимаю вас. 5-9 плюс 10. 5-9. Очень громко. Прием. Вопросов больше не будет. 73. До свидания. Спасибо, Ольга. Вам успехов в радиоспорте. Вашему наставнику большой респект. Спасибо. 73. 73. 7-7. 10-40. Ульяна Борис-3. Анна Игорь Самара. Ульяна Борис-3. Вот так. Слышат меня в полевых условиях. Поехали намолачивать связи. Все. Начинаем работать. Ставлю экспедицию в онлайн на ТНХ Кюйсо. Классная вещь. Туристический баллон. Горелочка. Там полыхает тихонечку огонечек. И даже теплеет. Ну и там, понятное дело, печенечки, чаечек. Никаких горячительных. Ни в коем разе. Вот только сахара я не взял. Хотя было бы неплохо. Потрескивает диапазон. Интересно. Статика, не статика. Вряд ли. Баллон короткозамкнутый. Значит, короткозамкнутый. Симметрирующий. Идеально. Практически. Ну вот подстроить бы антенну, наверное. Вот сейчас пока вода закипает. Я, наверное, даже, пожалуй, пока отключу, чтобы была возможность немножечко, скажем так, поднагреться в воде. Чуть-чуть аккумулятор отдохнул. Ну и сам немножко погрею. Сейчас с той стороны обойду. Вот так вот присяду. Наверное. Вот. По рекам России, ну вот, она от меня, ну, 10, максимум 15 метров. То есть, ну, все честно. Все честно. Нами оборудовано это место. Вот лично мной вот эти вот чурочки я пилил. И вот эти столбики тоже я пилил. Батя приколачивал. Мы делали. И бочка, по-моему, не наша, но нами притащенная сюда. Там мусор сжигается. Поэтому, если кто-то планирует еще здесь работать, то пожалуйста. А деревня Завалово, она на другом берегу. Она вот там находится. Вот самый крайний дом. Вот он. Вот. То есть, где-то метров 500 получается от меня. Наверное, она в основном. Мост тоже где-то вот в полукилометре. Ну, сложно сказать, сколько я проехал. Но вот сейчас пока вода закипает, пока есть такая возможность. Немножечко погреться. Чая с печеньками. Руки отпускать начало. Наконец-то. Машина моя стоит. Все честно, как видите. Все честно. Никаких лишних проводов. Ничего. Вот. И антенны инверта. Вот так все устроено. Работаем потихонечку в полевых условиях. Сделана она. Не очень хорошо видно. Но буду собираться, наверное, покажу еще. Самый простой кабель. Аудиокабель. Он самый дешевый оказался. Аудиокабель 0,75. Взял 11 метров. Ну, вот эти 11 метров плюс подвернутая вот эта часть. Вот эта. Получается. Вот. Ну, видно, как это сделано. Да. Вот. Вот так вот. Наверное, даже метр, наверное, надо было бы подвернуть. Ну, вот сейчас вот до туда дойду обратно. Пока вода закипает. Под настрою чуть-чуть антенну. И буду работать. А буду работать на нее. И вот лежит заброс мой. Вот. И веревочка. Вон она. Она вот там вот зафиксирована. Вот так вот через дерево перекинута. Ну, идеально получилось. Высоко хотел забрасывать. А потом понял, что на самом-то деле будет в натяг фидер. Ну, так получилось. Неудивительно. Работает отлично. Отлично работает. Много станций зовут. Огромный привет всем, кто попал на видео. Там первые связи. Вот. Ольге. Оператору молодому. Огромный привет. Безусловно. Так что вот, Ольга, если смотрите, вот в таких условиях с вами радио 3 Павел, Леонид Николаев сработал. Вот. Ну что, сейчас пока вода закипает, займусь. Пока чайник будет. Чайник. Пока чай будет завариваться. Вот. Подстрою сейчас. Немножечко отвяжу. Немножко подверну антенну. И все будет здорово. Вот так. Водичка. Скоро закипит. Вот пока тут 2 минуты лазил в округе. Немножко подшаманил антенну. А к СВ это вот без тюнера уже на 7100 попал. Ну, это так. Значит, подвернул я. Ну, добрый метр, наверное, я вот вывернул тут плеча. Вот. Сейчас с другой стороны еще зайду тоже. Пока вода не закипела. Чайник. Чай заброшу. И тогда уже займусь. Пойду дальше подверну. Вот. А поэтому, да, немножко скомканная активация. Ну, сами понимаете, как я уже сказал, лиха беда начало. Первый выезд, полевой, первый опыт в полевых условиях тяжеловато. Надо быть более подготовленным к этому делу. Но, тем не менее, тем не менее, можно сказать, что полевой выезд уже состоялся. Продолжаем работу. Так. Чаечек. Тут пока перевернул. Чаечек. Сейчас, через минуту закипит уже. Тут у меня... Вот так вот я забросил. Не хочет вода закипать. Ветер, ветер сдувает сильно. Комфорочка слабенькая. Но, тем не менее. И пока подстроил антенну, тут побегал. Ну-ка. Единичка. Без тюнера. Выходим. Без тюнера. Тюнер выключен. Все, великолепно. И даже шум появился. Три балла сам по себе. Вот такая вот фигня. Все, поехали работать дальше. Вон там какие-то станции. О, вызывают, вызывает кто-то. Поработаем. Три часа, получается, отработал. Нифига себе. Больше 80 связей набил. Точно там посмотрю. Спасаюсь. Белогорье. Ни черт его знает чье. Печенье. В общем, всем привет. Тут сейчас должен быть вызов еще. Вот РПЗ тоже известный наш. QR-пист, путешественник. Тульский. Вот на частоте стоит. Я дисплейчик выключил. Для экономии энергии. Чаем спасаюсь. Руки грею. Холодно, холодно. Прям. О. Ульяна Анна, Три, Павел, Елена, Зинаида. Ульяна Анна, Три, Павел, Елена, Зинаида. Драк, Павел, всем. Громко очень. Ульяна Анна, Три, Павел, Елена, Жина. Драк, Павел, всем прием. Очень громко. В поле принимаются вообще великолепно. Прием шикарнейший. Я удивлен на самом деле. Вообще, в принципе. Ну, а так, смотрите, жить можно, да? Вот если бы еще не зима, было бы вообще замечательно. Вот. Пришлось перчатки снять. Неудобно печеньки грызть. Вот. Ну что, послушаем. Десятку, двадцатку. Может кто появится. Вот. Поработаю немножко на другом диапазоне. Всем, Ульяна Анна, Три, Павел, Елена, Зинаида. Ульяна Анна, Три, Павел, Елена, Зинаида. Драк, Павел, всем прием. Больше девяти баллов пролезает. Запросто. Двадцатка. Двадцатка. Двадцатка гремит. Секью контест. О! Секью контест. Понятно. Послушаем. Послушаем. Давайте послушаем диапазон десять. Ой, как их много-то уже здесь внизу даже. Одуреть. ну-ка бздец везде контесты все жопа ладно продолжаем намолачивать связи продолжаем намолачивать связи все чаек кофеек все дела это конечно хорошо но надо работать продолжаем работать все в машине полная темень уже в теме не сворачивался минут пять сижу уже греюсь в машине машину грею руки более-менее уже гнутся а вот фидер нет так вот колоб сюда я его и забросил колом абсолютно еле-еле свернул антенну вот красный этот стропа кстати да сволочь при первом забросе оборвалась оказалась пайна я не заметил этого пришлось связывать узел но ничего дома пересвежу сделаю гладенькую стыковочку чтоб мертвая была и не мешалась при забросах и так сегодня отработал отчет так сказать под конец пока машина греется пока я сам греюсь самое начало вот в полдень первый оператор юный ольга из москвы а вот ольга коллективная какая-то видимо детская может быть станции у b3 она и y тамара вот в полдень я включился вы это видели и пошли 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 связи пошли 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 забиты все коллеги со всеми сработал все листы забиты и вот в сумерках уже как мог чай быстренько сварганил вот пока я окончательно не стемнело вот эту запись делал уже в темноте и вот в темноте крайняя связь была павел ты нет радио анна 3 тамара павел йод ни черта не видно было вот 1825 можете посмотреть по солнечному как там по календарю как это назвать короче солнце уже садилось прям насмерть я уже ничего не видел в полной темноте сворачивал антенну вроде ничего не забыл вроде все покидал в машину вот все она колом здесь но здесь для меня самое главное это посуда конечно горелка баллон газы вот ну и аппаратура 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 все транссивер на месте тангента вот говорю же все покидал все отработано прекрасно спасался чайковским кстати да говорят зимой его для птичек знаете в школе говорят не так страшен холод зимой как голод ну для птичек может быть а я вот даже пол пачки печенья не съел с чаем просто чай горячий пил и все и спасался горячим чаем вот такие дела а условия приема но представляете тьма хоть глаз кали его там на горизонте там прокудина вот там деревня прутки кажется а вот там ну тут машина мешает да но вот где я перед мостом проезжал нифига нифига вообще не было блин не видно короче шумы нули я без проблем выкрутил все усилители не вот и связи пошли вот девятый район там в пайлапе даже просили вот эти станции которые поближе они просили послушай девятый район тебя зовут слушай девятый район ладно вот вызывал девятый район целенаправленно подходили много-много станции очень много в основном почему-то не ближнее прохождение но десятка перла сумасшедшая и интересная такая связь попалась не мог мимо пройти человек работал на велосипеде на 1 ватт с гарнитурой какой-то из люксембурга нет не из люксембурга вот он хб-9 на десятке вот связь хб-9 но тут плохо видно вот дробь павел он мне доллар вот я ему дал рапорт 53 у меня услуги я его слышал на 3 балла у меня на один балл и тем не менее связь прошла он говорит меня тоже алекс зовут я смайлик поставил вот меня тоже говорит алекс зовут вот и он на 1 ватт работал работая с велосипеда с гарнитурой и на велосипеде у него небольшая антенна как он сказал вот и тем не менее вот что такое полевые условия представляете на десятки на 1 ватт и у меня в этот момент начал садиться мой автомобиль авто авто цикле тный мотоцикле тный маленький аккумулятор вот после этого я вот еще сколько три листа набивал вот плюсик поставил здесь у меня все начал умирать вот последний последняя станция елена жук значит елена жук это уже все я прерывался где-то здесь да вот и а вот нет это вот вот последний уже это после включения вот андрей значит вот меня полчаса не было я не полчаса 20 минут я вытаскивал из машины аккумулятор сейчас по брату поставил завелся без проблем сильно не просаживал него вот вот так все все листы забиты даже сверху под 200 наверное qso проведено будем надеяться что модераторы одобрят лог если что прошу прощения за неправильное какое-то может быть оформление но не лога конечно экспедиции как таковой активации как таковой ну вот все данные все было заранее подготовлено я знал куда я еду и скриншоты конечно же все с координатами с ориентирами местности все это вот есть и мост я снял да то есть видно где работу вот то есть я не думаешь какие-то проблемы будут а если какие-то проблемы будут в любом случае я получил огромный кайф несмотря на то что замерз как скотина как свинья просто вот меня тут колотил пока я антенну сворачивал я уж думал не бросить ли мне ее просто оторвать фидер нахрен вот ну что там проводу лик этих не жалко его но тем не менее свернулся все отогрелся можно ехать вот такие пироги все на этом экспедиция закончилась спасибо всем кто смотрел кто наблюдал вот в онлайне в группе телеграма с бутылочкой кваса я там пару так сказать видео в онлайн прям режиме выложил как снял но остальное уже по мере монтажа покажу и вот спасибо ребятам которые поддерживали действительно самые дружелюбные люди на земле и это безусловно радиолюбители а Субтитры создавал DimaTorzok